Всем привет! Я Евгений Замятин. Дорогие друзья, уважаемые подписчики, сегодня мы с вами познакомимся со станком для наматывания лески. Друзья мои, не секрет, что любая рыбалка начинается еще дома. Дома! В удобной и комфортной обстановке мы можем дома приготовить всевозможные элементы для рыболовных снастей, подготовить наши удочки, катушки, намотать на катушки, на шпуле катушки, лески. Лески, либо плетеные шнуры. Кстати, один из моих подписчиков, привет передаю, он попросил как-то пояснять, что когда я говорю леска, плетеный шнур это или монофильная леска. Друзья мои, вот из года в год у меня также сформировалась же своя терминология, то есть если я говорю основная леска, то в качестве основной лески я конечно поясняю, что может применяться, например, плетеный шнур, та же плетенка, или монофильная леска. Ну давайте, кстати говоря, раз уж мы начали эту тему, я немножко коротко остановлюсь. Так вот, когда мы говорим монофильная леска, то здесь тоже в этой терминологии скрывается немножечко обобщенное, что ли, название всех лесок. Лески, они, сегодня современные лески, они не совсем монофильные. То есть там компонентов в этом полимере, из которого делаются лески, бывает много, то есть больше одного, больше чем моно. Поэтому можно даже их так, некоторые классифицируют лески на четыре группы большие, где там монофильные, там двухкомпонентные, многокомпонентные и отдельно выводят лески флюрокарбоновые, то есть сделанные из материала флюрокарбон. Понятное дело, что говоря, монофильная леска, здесь мы тоже обобщаем. Так и я. Для простоты понимания говорю, допустим, основная леска на шпуле, плетенка. Мы понимаем, что это плетеный шнур. Но это тоже леска. Можно сказать нитка. Кстати говоря, я уже писал, у меня один друг, математик, он целые симпозиумы собирает среди математиков для того, чтобы они, тема этих симпозиумов, это терминология в математике, чтобы говорить на одном языке. Поэтому это тоже бесконечная тема, и мы будем к ней возвращаться периодически, а именно к терминологии. То есть, что мы точно имеем в виду, когда говорим то или иное слово. Договорились? Уважаемые подписчики, новые зрители. Новые зрители, к вам отдельно обращаюсь, раз вы впервые смотрите это видео, поэтому я рекомендую вам подписаться на канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного. А на моем канале полезной, интересной, практической, даже готовой инструкции, готовые для применения. То есть, мы стараемся. Мы делаем видео таким образом, чтобы они были практически применимы для любого начинающего, либо опытного рыболова, чтобы всегда там была практическая польза. Поэтому призываю тебя подписываться. Добро пожаловать в нашу компанию. Ну, а мы с вами возвращаемся к удобному приспособлению для наматывания лески. На шпулю катушки, неважно какой лески, плетеной, либо, так скажем, монофильной. Я однажды в магазине, в каком-то нашел вот такую загогулину, поинтересовался, что это такое. И мне сказали, ну, грубо говоря, это станок для наматывания лески. Я посмотрел, ну да, станок. Когда мне объяснили, как он работает, я понял, что эта вещь, ну, крайне необходимая. Она очень облегчает нам подготовку к рыбалке. Неважно, каким видом рыбной ловли вы увлечены, если в вашей рыбалке присутствует катушка, если вы ловите на поплавок, допустим, на маху удочку, здесь можете обойтись без этого станка. Но, если вы спиннингисты, или любите ловить рыбу на фидер, карповой ловлей увлекаетесь, вот здесь вам такой станок пригодится. Вы можете, кстати говоря, смастерить нечто похожее, но почему это необходимо, я вам, конечно, сейчас прямо объясню. Дело в том, что если вы попробуете наматывать катушки, купили в магазине катушку с леской, и пытаетесь намотать ее на шпулю катушки, понятное дело, что вы можете, первое, кинуть эту катушку в воду, и она уже в воде примет такой правильный вид, наматывать не будет перекручиваться. Если вы не кинете в ведро с водой или в воду, ну где у нас ведро с водой и вода, мы дома за столом, нам надо вот тут катушками позаниматься, вот как альтернатива, очень удобный инструмент, это вот этот станок для наматывания лески на катушке. Этот станок, как и ведро с водой, как и вода, обеспечивает такое положение, купленной катушки с леской, при котором, при наматывании лески на шпулю катушки, у нас леска не перекручивается, а как следствие становится меньше варианта, да, что такое перекрученная леска? Это крайне, это целый комплекс на рыбалке, целый комплекс неприятных всяческих событий, да, борода, это одна из них. Чтобы у нас леска ложилась ровно на шпулю катушки, вот, применяйте подобного рода станки. Итак, как действует этот станок? Допустим, мы решили намотать на шпулю катушки леску, купили эту катушку в магазине, у нас такой станочек, как мы им пользуемся? Первое, здесь есть фиксирующее такое вот резиновое кольцо, затем, видите, такой барашек, я почему так показываю подробно, что может быть кто-то мастеровитый, человек может сам смастерить себе, почему нет? Может. Пружинка и конусные вот такого вот с отверстием втулочка. Здесь то же самое в обратном порядке. Видите, тут все также в обратном порядке те же элементы. Итак, мы с одной стороны освободили место для катушки. Здесь обычно я делаю отверстие, потому что, ну, вот этим прокалывать трудно. Ножницами, да-да, подробно говорю, ножницами или чем-то ножичком отверстие сделали, одели на этот станок и дальше в обратном порядке втулку ставим, пружинку прижимную с барашком вот этот вот, ну, тоже можно сказать, стопор и фиксирующий резиновое колечко. Чем-то оно мне напоминает силиконовый стопор в разных рыболовных монтажах, может, монтажах. Итак, все, у нас катушка, купленная, с леской одета. Этой пружинкой, вот этими пружинками, видите, мы можем чуть сильнее прижать, либо чуть ослабить нашу шпулю покупную с леской. Для чего это делается? Друзья мои, когда мы наматываем леску на шпулю катушки, нам нужно дать определенное натяжение этой лески. Пусть, будь то это плетеный шнур, либо монофильная леска, но натяжение надо дать. Вспомните, мы делаем заброс, потом, когда выматываем даже просто для перезаброса, у нас все равно какое-то напряжение, натяжение присутствует. Либо там, если на фидер ловим, там кормушка тормозит воду, либо когда на спиннинг приманка наша, все равно она имеет сопротивление, тормозит, и такое натяжение формируется, на такое оптимальное натяжение на шпуле катушки. И вот именно для этой цели-то, вот эти пружинки эту цель выполнят, то же самое. Взяли, прижали таким образом, чтобы не сильно, конечно, без ума, а так прижали, и теперь посмотрите, как удобно мы можем, давайте вот так. Все, взяли, здесь петлю привязали, и начинаем спокойно, вот она работает, сматывает. То есть, в правильном положении находится наша покупная шпуля, никакого перехлеста, перекручивания, вернее, никакого перекручивания лески в процессе наматывания лески на шпулю катушки не происходит, у нас все ложится ровненько, гладненько, аккуратно, для того, чтобы наша рыбалка доставляла нам побольше радости и поменьше хлопот, который мы порой не зная, вот не зная, сами себе можем доставить, просто из-за того, что при наматывании лески на катушку у нас вдруг леска перекрутилась. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами познакомились со станком для наматывания лески на катушку, я вас призываю оставлять свои комментарии, может быть у вас свои какие-то есть ноу-хау или лайфхаки, как вы наматываете леску на катушку и преследуя цель не перекручивать леску, обеспечивайте ровную укладку лески при наматывании ее на катушку, на шпулю катушки. Пожалуйста, в комментариях, напоминаю, что у меня среди комментаторов конкурс проходит, по достижению определенных целей я определяю победителей, а победители это те люди, которые наставили наиболее интересный, познавательный, эмоциональный, какой-то классный комментарий. В этот раз я определю трех победителей, трем людям вручу ценные призы, но это постоянный конкурс у меня, поэтому если ты первый раз смотришь, друг, мое видео, знай, что на этом канале, если подпишешься, он будет твой канал, уже на твоем канале, постоянно проходят сюрпризы, конкурсы, помимо полезной информации, которая напрямую связана с рыбалкой. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами познакомились сегодня со станком для наматывания лески на шпулю катушки, для правильного наматывания. С вами был Евгений Замятин, встретимся на рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова